Что касается военных возможностей, у них есть там, это далеко не Советский Союз. И эти возможности преувеличены. В основном мнение о российских возможностях военных складывается из пропаганды, к которой они же кидают миллиарды долларов, чтобы раскачивать и на Западе, и здесь, в Украине, и так далее. Но Россия, как по Черчиллю, она никогда не бывает такой сильной, как мы боимся, никогда не бывает такой слабой, как мы надеемся. Где-то посрединке. Что касается гонки вооружений, настоящая холодная война, Россия, конечно, ее не выдержит. Но помним, что СССР развалило целенаправленное воздействие Запада. Сейчас нет целенаправленного воздействия на Россию. И только-только сейчас, вот там последнее заявление британской стороны, что мы поставим вас угрозой номер один, россиян и так далее, говорят о том, что возможно, некоторые такие силы на Западе, наиболее правые, наиболее консервативные или наоборот далеко мыслящие, они обозначают Россию в качестве угрозы номер один в официальных документах рамочных. Это значит, что возможно начнется период такого противостояния. И, ну, например, ни Франция, ни Германия ни о чем таком не говорит. Это пока англо-саксонский мир, а еще точнее британское содружество, потому что Обама не очень двигает в эту сторону. У нас есть год, у России есть год на все эти разборки. Потому что вне зависимости от того, какой президент придет в Штатах, демократ или республиканец, скорее всего, Штаты уже стычат свое отношение к России. Я не знаю, поставлю ли они задачу целенаправленно, развал России. Они не хотят развалить Россию, скорее всего. Целенаправленно смену режима, так или иначе воздействия, удары по рукам. Но то, что курс будет более жесткий, это однозначно.